Что важнее в медицине? Опытные доктора? Современные технологии или здоровый образ жизни? Вместе с лучшими врачами Подмосковья мы ищем ответы на эти вопросы и формулируем правила здоровья. Сегодня у нас в гостях репродуктолог. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И компьютер выбрал рубрику «Случай из практики». Стало быть, начнём. Вообще, мне кажется, что в вашей практике каждый случай уникальный. И всё-таки, наверное, что-то есть, о чём хотелось бы сегодня рассказать нам. Ну, вы знаете, действительно, потому что беременность – это вообще уникальный процесс, это чудо, которое случается с каждой женщиной, которое каждая женщина, наверное, ждёт, которая хочет быть матерью. Поэтому, конечно, любая пациентка – это своя жизнь, своя история, трагедия, счастье. И если говорить о случаях из практики, можно брать любые. Конечно, очень… Ну, вот последние на днях у нас была пациентка старшего репродуктивного возраста, в возрасте, не буду говорить возраст, в возрасте 40+, который, вот, к сожалению, потерял единственного ребёнка. И, конечно, экстракорпоральное оплодотворение в этом возрасте – это один из выходов при наличии условий. И, учитывая возраст, учитывая её состояние, она очень хотела иметь именно здорового ребёнка, чтобы не было, потому что все боятся, боятся болезни Дауна, провести генетическое тестирование эмбрионов, если мы у неё получаем. И мы у неё получили несколько эмбрионов, и, к сожалению, только один не нёс никакой хромосомной, то есть генетической патологии. И для неё это был единственный, наверное, шанс на наступление беременности. И вот эта беременность у неё наступила, она пришла к нам с одним плодным яйцом, и мы очень рады и надеемся, что дальше она будет прогрессировать. Это, конечно, сложно, ещё большой путь до рождения ребёнка, но, тем не менее... Чудо уже свершилось. Ну, на пути, так скажем. У него ещё есть время, но мы надеемся, что всё будет хорошо. Всё-таки, если смотреть вглубь проблемы, в чём чаще всего заключается причина бесплодия на данный момент? Вы знаете, причина бесплодия... Вот очень интересно, наш мир меняется, всё меняется, и изменяется репродуктивное поведение в обществе, потому что раньше женщина беременела, рожала, беременела, рожала, беременела, рожала в позапрошлом веке, и 30 лет, это в 30-35 лет она уже могла стать бабушкой. А сейчас в этом возрасте женщина только задумывается о том, чтобы иметь ребёнка. То есть вот меняется именно репродуктивное поведение. Да, это связано с карьерой, безусловно, с организацией какого-то материальной базы. Вообще нет такой тенденции, что рождается в семьях много детей. Вот вы знаете, в семье, где там трое, четверо, пятеро детей? Наверное, нет. Это встречается, но встречается достаточно... Крайне редко. Встречается это почему? Потому что если женщина задумалась в старшем возрасте, ну, в таком продвинутом возрасте, уже достигнув каких-то карьерного роста, и там, встретив реализации, встретив принца, всё вот у неё сложилось, и только тогда задумываются о детях. И уже времени на рождение детей нет, потому что эта система репродуктивная, то есть функция деторождения, ну, вот мы не можем жить там, не дышать, например, есть дыхательная функция, да, без которой мы не можем жить. А женщина может жить без функции деторождения, понимаете? Это уникальная функция, у неё есть время, свой срок функционирования, который, к сожалению, ограничен возрастом. И вот это ограничение физиологическое, то есть природа нам ограничила, то есть она, видимо, так заложила, что женщина должна родить, и ещё у неё должно остаться время на воспитание и взращивание своего дитя. А это природа. А женщины распределяют по-другому своё время. Да, сейчас уже по-другому, потому что мир меняется, технологии меняются, всё меняется, и поэтому сейчас становится в мире, да и у нас тоже на самом деле, женщины это понимают, понимают, что они сейчас, например, не готовы родить, и они думают о креоконсервации своего генетического материала, то есть в мире потихоньку. Ну, я не могу сказать, что прям создаются банки, но тенденция такая есть к сохранению своих половых клеток в молодом возрасте, потому что там если в лет 40-45 и так далее, можно будет ими воспользоваться, то есть какой-то шанс... Ну, что-то остаётся. Что-то оставляет. То есть вот это изменение вообще нашей жизни, вы видите, она меняется очень быстро, и вот такая тенденция. А вот вы не наблюдаете ещё такую тенденцию, что проще предложить ЭКО, нежели искать причину бесплодия? Это потрясающий вопрос. На самом деле я прям большое спасибо, что вы его задали, потому что вот мы занимаемся, безусловно, вот я занимаюсь, мы занимаемся ЭКО, но иногда приходят пациенты, которым можно достичь беременности естественным путём, и это неправильно, чтобы вот тот доктор, которому, если пациентка попадает к доктору, который занимается ЭКО, это не значит, что доктор должен сделать ЭКО именно. То есть это не должно зависеть, метод лечения должен быть подобран индивидуально для каждой пациентки тот, который ей подходит. То есть он не должен зависеть от специализации доктора, к которому попадает пациентка, но всегда надо дать шанс на наступление спонтанной беременности в тех случаях, я хочу почувствовать, где это возможно и перспективно. Хорошо. Я думаю, самое время перейти ко второму блоку вопросов. Поэтому давайте посмотрим, какой выбор на этот раз сделает компьютер. Компьютер сделал выбор, и на сей раз мы будем говорить о команде. Отделение репродуктологии «Маньяк» – это ведущий центр по лечению бесплодия. Что за врачи там работают? Вы знаете, работают врачи-энтузиасты. Сейчас, мне кажется, что для врача, может быть, это покажется высокопарным, то очень важно, ну, такое, есть такое модное слово сейчас, популярное – драйв. Вот он должен любить, он должен жить этой специальностью. Понимаете, он должен, ну, потому что это даёт возможность не просто вот такой рутинной работы. Да, ведь наши учителя когда-то говорили, что они всегда сопереживали пациентов. Нельзя, конечно, всё экстраполировать на себя, и нельзя нести тот груз трагедии или неудач, которые несёт пациентка, но, тем не менее, конечно, нужно к ним прислушаться. Конечно, вот это желание помочь в достижении цели, оно должно присутствовать. И кроме этого, врачи должны, это область экстракорпорального оплодотворения, вспомогательная репродуктивная технология, она развивается, развивается эмбриология. Эмбриология – это то, что вот за кулисами происходит у нас, за кулисами, и эмбриологи, на них лежит, там, конечно, это 50% врач и 50% эмбриолог. И это обязательно командная работа. Я зашла к вам на сайт и увидела, что ваш коллектив составляет исключительно женщины. У вас только один мужчина – анестезиолог. Как так получилось? Женщины больше разбираются в бесплодии? Вот мне кажется, наверное, это моя человеческая точка зрения, что, конечно, если женщина с такой интимной проблемой, как ненаступление беременности, ей, наверное, всё-таки проще обсудить это с женщиной. Ну, потому что считается, что женщина всё-таки, женщина может помочь. У нас одни и те же… Ну, как бы одна и та же… Одни и те же переживания. Одни и те же переживания. Одни и те же… Одна и та же мечта иметь ребёнка. Конечно, может быть, поэтому. Потом всё-таки профессия… Вот врач экстракорпорального оплодотворения, то есть врач-репродуктолог, он должен быть очень-очень педантичный, очень аккуратный. Он должен… И это женщина. То есть вот всё должно быть, очень должно быть всё уютно, должно быть вот как вот дома это всё знать, что в каком, где лежит, в каком ящичке, то есть чтобы всё узнать, какая, где, чем болела, чем болела мама, когда у мамы прекратились менструации. То есть вот такие вещи, которые нужно знать для того, чтобы составить картину и выбрать правильное и обследование, и лечение пациентки. Это очень важно. Ну что ж, переходим к третьему блоку. Будем говорить о высоких технологиях. На мой взгляд, технологии в лечении бесплодия сейчас достигли просто уровня фантастики. Ещё сто лет назад об этом не могло бы быть и речи. Какое бесплодие вы лечите и какие уникальные методики при этом используете? Вы знаете, ну, на самом деле мы лечим все формы бесплодия теми или иными методами. И теми или иными модификациями методов вспомогательных репродуктивных технологий. Начиная от метода ИКСИ, то есть до метода генетической диагностики, до использования донорских рециклеток. И у нас есть, безусловно, и программы суррогатного материнства, которые, слава богу, пока в нашей стране не запрещены, потому что это тоже метод лечения бесплодия. Высокие технологии, безусловно, развиваются. Например, у нас вот сейчас Московская область нам покупает прибор, который очень дорогой прибор. Это прибор называется таймлапс, где мы можем следить за развитием эмбриона на всех стадиях, то есть каждый день в режиме телевидения. То есть мы видим, он нам снимает все в ускоренная съемка, все процессы, как оплодотворяется клетка, как она делится, как что. И дальше приходит у нас эмбриолог и просматривает этот видеоролик, как развиваются эмбрионы той или иной пациентки. Кроме этого, у нас это эмбриологи задаются параметры этому прибору. И вместе с прибором, потому что у него встроенный искусственный интеллект, выбирают лучший эмбрион для переноса. Ксения, вот у нас сегодня так интересно сложилась беседа. Компьютер выбирал сам направление нашего разговора и приоритеты расставил следующим образом. На первое место он поставил случай из практики, помните, да? То есть отношение самого пациента к своему здоровью. На втором месте была команда и на третьем высокие технологии. Вы согласны с выбором компьютера? Или вы как-то распределили бы это иначе? Вы знаете, я бы не распределяла это по номинациям, потому что в общем, на самом деле, на мой взгляд, и я уверена, что это так, это общая работа. Это работа и врача, и пациента, и оборудования, потому что, может быть, прекрасный врач, не имеющий под рукой оборудование, он ничего не сможет сделать. И есть пациенты, которые не осознают до конца, что действительно им, ну, не уверены, нужна им или не нужна. Потому что это ответственности пациентов, им нужно использовать препараты каждый день, приходить на приемы. Потому что не секрет, что есть какие-то пациенты, которые в середине лечения они могут бросить, они могут не прийти. Они могут даже расстаться со своим мужем или половым партнерам, ну, из-за какой-то ссоры в семье, например. Но это ответственность. И поэтому здесь ответственность, она как бы совокупная. Это ответственность и врача, и пациента, и эмбриолога. То есть это работа команды. Не могу не согласиться. И вот коротко. Дайте совет, пожалуйста, будущим родителям. Как быстро забеременеть паре? Быстро забереметь. Ну, если есть такое желание. Это не магазин и не сходить за хлебом. Вы меня простите, конечно, но вообще надо задуматься и всем, особенно женщинам, молодым женщинам, надо родить первого ребенка до 35 лет. И сейчас, с одной стороны, у нас меняется репродуктивное поединение, с другой стороны, у нас все-таки, в общем, общество становится более образованным, более перспективным. И даже если вы не задумываетесь о беременности в ближайшем будущем, все-таки надо сходить к врачу и обследоваться, чтобы понимать, можно ли ждать или надо этим уже заняться. Ну, и наша программа не случайно называется «Правила здоровья». Три главных правила здоровья от Ксении Краснопольской. Прошу. Не нервничать, радоваться, больше улыбаться и думать о том, чтобы родить ребенка не в старшем репродуктивном возрасте. То есть задуматься об этом хотя бы раньше 35-36 лет. Замечательный совет. Спасибо большое за интересную беседу. Спасибо. Ну, а я напомню, что у нас в студии была руководитель отделения репродуктологии «Маньяк», профессор, доктор медицинских наук Ксения Краснопольская. Соблюдайте «Правила здоровья». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова